Мои любимые. Я опять в бисквите. Пятница вечер. В общем, я отдыхаю в кафе. Так что вот так вот. Меня не теряйте. Настроение хорошего. Хоть и не пьем. Чай и поужинала. Тартолини. Тремообидами сыра. В принципе, вкусно. Замечательно. И сегодня прошла 7 900 шагов. Но еще домой пойдет пешком. Это еще будет плюс 2000. У меня будет 10 тысяч шагов. Вообще класс. Насчет этого я очень рада. Сейчас. Подбивают меня выпить вина. Но я не соглашаюсь. Я обещала до понедельника не пить. И себе я должна верить. Вот так. Вот играет музыка. Наверняка нарушение авторских прав. О, жутко. Мне такое нравится. Когда людям весело и хорошо. Очень нравится. Телефон разряжен. И 4 процента. И 7 926. Но еще плюс 2000 до дому. Не поеду на такси. Вот и все. Вот и все. Евгения лучше, чем я проводит время. Абсолютно. Она, девочка, пьет вино. Она правильно поступила. А сидела, грустила. Такая. Я и говорю. Женя, нельзя. Ты настолько жизнь прекрасна, что нельзя грустить. Все? Помогло? Ну, ты знаешь. Может быть, я об этом мечтала. Иногда погрустить на берегу моря. А спокойно. Да, да, да. А ну так-то поприятнее грустить, да? Чем дома сам. Как ни крути, друзья, да? В Морседесе все-таки плакать приятнее, чем в жукулях. Жакимат. Так же и мы, не в Чебоксарах. Ой, да блин, мы ничего против Чебоксаров не имеем. Нет, ребята, честно, я шучу. На самом деле, я всем вам желаю, чтобы вы жили там, как вы хотите. Вот. Искренне. Я к этому шла очень долго. Я тоже много работала, много мечтала. Не всегда у меня все было хорошо с периодами. И здесь не всегда все у нас прекрасно было. Ну, правильно, есть какие-то сложности, конечно. Тем не менее, мы живем, стараемся радоваться жизни, быть позитивными. Вот, выходя на школу. Да, у нас получается, я думаю. И благодарить за то, что у нас есть. Это самое главное. Вот. Это так оно и есть, действительно. Начинайте менять свое сегодня, чтобы завтра оказаться там, где вы хотите. Ничего не бойтесь, вам все по поличам. Это был монолог от моей подруги Евгения. Искренне вам всем желаю добраться. Вот, Женька Философ. Второй бокал. Да, только что грустила, сидела, записывала сториз в свой инстаграм, туда-сюда. Я говорю, Жень, накати. Накати. Она накатила, девочка-то. Инна говорит, ты знаешь, я когда с утра просыпаюсь, у меня плохое настроение, говорит, я просто беру и... Конечно. Да, конечно. Женя, Женя, тогда... А там, глядишь, и день к концу. Виновый день. Да, так это прописно истинно. Это всем понятно. Давным-давно. Так что, ребят, рецепт от иночки. Если у вас плохое настроение, просто начинайте день правильно. Конечно. Вот, 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 вот. Ну, как вы уже поняли, я снимаю на старый телефон. И, ну, такое себе освещение, да? Лампочка. Как лампочка Ильича. Светит сверху. Вот так вот. Непонятно, какое освещение. Вот отсюда смотришь, как будто бы у меня бровей вообще нет. А, нет, есть. Такая ладненькая. Вот сейчас я стала лучше выглядеть, чем выглядела днем. Прогулялась, подышала, повеселела. Вот так вот. А вон та девчонка за тем столиком, она ко мне подошла и говорит, я вас знаю, потому что вы такая известная девушка. Я смотрю вас в Инстаграме. Я говорю, мне нужно смотреть на Ютьюбе, а не в Инстаграме. Кто еще не подписан на меня на Инстаграм, а ну, подписывайтесь. Инна Сергеевна Судакова. Ой, лежу. Лежу. Наелась с хлебом, прямо так вот макала, там такой соус вкусный. Как вкусно было. Время мало, время 8. Только разгар пятницы. Сейчас сижу и думаю, не дай бог я пройду мимо магазина, не забуду купить кофе, не дай бог. Это будет вообще трешак полный, потому что, когда я встаю с кровати, я не хочу спускаться вниз. Я до такой степени живу в зоне комфорта, до такой степени обленилась, что для меня спуститься вниз уже тяжело, блин. Я хочу попить кофе и лежать в постельке дальше. Вот так вот я планирую свое утро завтрашнее провести. Ну, вот так вот. Вот и все, вот и все. Освещение, да? Вообще огонек, блядь, освещение. Просто. Это рожа красная. Кстати, завтра надо волосы покрасить. Вот здесь уже седина. Мои года, мое богатство. Завтра буду красить волосы. Так все хорошо. Мой вечер подходит к концу. Пойду до дому. Буду отдыхать. Десять тысяч шагов. Молодец. Находила. У меня. У маленького ребенка день рождения. Birthday to you. Так здорово. Такая добрая традиция. Да вообще во всех отелях и в хороших ресторанах. Там маленький ребенок за столом. Ура! Здоровская традиция. Вообще крутая просто. Он маленький. Мы годика четыре, наверное. Пришли с родителями. Ой, как здорово. Как здорово. Кстати, знаете, очень часто люди приходят просто выпить чай, кофе. Не обязательно что-то кушать. И мне, знаете, меня раз на раз не приходится. Чаще всего я обедаю и ужинаю дома. Сама готовлю, потому что... Нет, ну такая она любителя себе. Для меня не гастрономическая, как сказать, страна. Невкусно. Я всегда говорила, что мне в Турции невкусно. Дома готовлю. Здесь чай, кофе, там туда-сюда. Люблю вас. Я в Женьке, давайте так. Как мне идет, оправа или нет? Это ерундой занимаюсь. Жень, как ты думаешь, идет не твоя права? Да. Под лицу все к лицу. А у Жени уже гораздо мельче лицо. Имеется, ну, это толстоморда. Женя, нет, две очки немалые. Очень хорошо. Очень комфортно сели на переносицу. Обычно, когда вот у девчонок, у худышек, надеваешь очки, они не садятся. У Женьки и нос меньше. А у меня сели хорошо. Очень. Короче, мне все идет. Вот такой человек уникальный. Я вот не смотрю на себя. Я с собой любуюсь. Кстати, где у меня? Где у меня гигиеничка? Играет музон. Где у меня гигиеничка, блядь? Вот она. Девчонки в основном покрыты в кафе. А вот здесь нет. А вон там, да. А это обыкновенная Невея. Руки засохли. Хочу намазать руки кремом. Я же приду домой и все сделаю. Все процедуры, какие я не доделала сегодня, все сделаю. Дома мне гораздо комфортнее. Продолжение следует...